Спонсором сегодняшнего видео выступает сайт по продаже дешевых робоксов RBX3 по курсу за 1 рубль 2 робокса. В честь новогодних праздников RBX3 изменили свой дизайн, который не оставит никого равнодушным. Кроме того, на сайте в разделе новогодние подарки появилась возможность участвовать в розыгрыш на очень дорогие скины из роблокса. Для участия нужно авторизоваться на сайте и принять участие. А те, кто сделает репост записи в ВКонтакте, увеличивает свой шанс на выигрыш в 2 раза. Очень важно всегда покупать только на оригинальном сайте rbx3.com, ибо множество мошенников сделали поддельные сайты. Следите, чтобы вы покупали на официальном сайте с новым новогодним дизайном и вас не смогли обмануть. Если хотите купить роблоксы по самым выгодным ценам, не попасть на мошенников, переходите именно по моей ссылочке в закрепленном комментарии. И всем привет, я с тобой клантайка. Если что, мы играем в роблокс игрушку под названием симулятор пчеловода или бисварм симулятор. Это тест, и у нас еще не вышло обновление, но добавили нечто большее, новое, 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 новое. В общем, у нас сегодня уже такой крайний, наверное, день. Завтра, либо прям вот крайняк, послезавтра будет у нас обновление. Да, скорее всего, уже завтра, я так думаю, будет обновление. Тест не закрывает, но, возможно, что-то будет интересное на нем происходить. И я, в принципе, даже не знаю. А вроде, может, и тесты закроют. В общем, будем смотреть, глядеть, что там такое, как и чего. Итак, смотрим. И давай, кстати, еще в конце подведем, что у нас на тесте вообще происходит. Какие у нас вообще все действия, что у нас вообще все тут есть. И, в принципе, проанализируем, что у нас будет у нас на бисмасе. Итак, первое. Это Аннет все-таки, точнее, первое из нового. Аннет все-таки добавил вот это вот на штучку. Это новый магазинчик. Он теперь у нас выглядит вот так вот, как будто это вещь за донат. Но выглядит это не как за донат, на самом деле. Прикольно. Lil Bean Bundle это, в общем, пак из вещей. Его можно взять только, по-моему, один раз. Но все остальные вещи там надо будет уже смотреть. Да, надо будет смотреть по состоянию. Да, что, да как, как, чего. Вещи тут действительно прикольные, классные. Из помененных я посмотрел 25 супер смузи поменяли. Было 50 супер смузи. Сейчас сделали 25 супер смузи. Но, в принципе, так-то, как и изначально. Аннет добавил, так вроде так и осталось. Вещь прикольная, вещь ценная. Какие-то вещи будут отдельно, какие-то не отдельно, непонятно. В общем, надо смотреть, как это будет в нормальной, в нормальном симуляторе пчеловоде. Поэтому анализировать, как тут сейчас на тесте, это очень, на самом деле, сугубо. И представлять, что так вот оно и будет, ну, это глупо немножко. Итак, смотрим. По поводу снежинок. Я уже все-таки, Аннет, подтвердил мою догадку, что если... О, я смотрю, я, кстати, подпрыгнул. Если вот этот снеговик, мы его не сможем убивать, но мы сможем на нем фармить эти снежинки. По-моему, 25%, когда ты ему сносишь, он дает тебе снежный ком именно со снежинками. Прикольно, забавно, офигительно. Плюс еще каждые 5 минут ты можешь набирать людей, вместе, все вместе фармиться. Это, на самом деле, очень круто. Вот. Ну, главное, чтобы только не убить. Если не убиваешь, то шикарненько. Ну, даже, в принципе, если убиваешь, тоже нормально. В общем, в принципе, такая задумка классненькая. Если в шестером, в пятером попробовать это все сделать, прикольно. Далее. Аннет добавил елку. Елка немножко не так работает, как на основном будет сервере, но она, в принципе, такая, как и была. То есть, смотрим, я поставил орнамент. Где-то он тут... Вот он, орнамент уже один. Орнамент ученого Мишки. Дело в том, что вот тут лежал подарок. Вот он, подарок я мог любому отдать медведю. Мне дал бы он как раз вот этот вот орнамент. Ну, все просто. Все так же, как и обычно до этого было. Также она написала, что будут, в принципе, коробочки-то лежать, как и в том году. И они также будут на тех же самых... Хотя на тех же самых местах вроде не получится им лежать. Потому что вот эта вот штучка неинтересная у нас там стоит. А там вроде подарок был. Ладно, вон там вот эта штучка забита. А там тоже подарок был. В общем, надо будет глядеть и смотреть, как на основном сервере будет. Потому что, ребят, я опять же говорю, что это тест. И тут все шиворот-навыворот. И это просто неправильно, я думаю. Говорить что, да как, как чего. Аннет подтвердил то, что марчмелла только... Ну, короче, марчмелла не будет. Начиная с бисмоса до следующего... Получается, у нас до следующей Пасхи. Но это, на самом деле, там не очень-то долго. У нас ее не будет, этой марчмеллки. Всего лишь там месяца три. Но все равно, три месяца мы будем без марчмелла. Это все-таки немножко плоховатенько. Ну вот. Но не до конца, потому что, ну, так как... Все-таки Аннет пообещал ее вернуть. И марчмелла, на самом деле, прикольная штучка. И все к ней уже привыкли. Ладно. Это беда-печаль. И снова еще. Что? Последнее такое еще прям крайнее. Это он вроде как не добавил. Модельку точно не добавил. Но вот где взять, не знаю. У меня переводчик так и не появился. У Ралли он будет нам выдавать пепел. Такая новая фишечка. Как вот снежинки фишечка новая. Так и пепел новая фишечка. Что он делает, как он работает. Я, в принципе, пока не знаю. Но вроде бы, как бы, эта штука будет помогать нам убивать вот этих вот мишек снеговиков. Ну, чтобы понимали. Вот. Будет это работать, не будет. Да непонятно, ребят. Просто неизвестно, непонятно. Вот. Но это что из новинок. И непонятно, когда это все-таки добавится. Вот. Я уже про орнаменты сказал. Да, это все будет уже у нас от медведей. А еще по поводу медведей. Он у медведей... Ой, смотри, снег он заспавнил. У медведей уберет... Точнее, не у медведей. У Монда, как сейчас уберет. Вот как в данный момент. Уберет он у нас вот этих вот мишек. Сейчас, вот этих вот мишек. Джинджер Брэд Бир. Уберет их. Куда-нибудь подальше. Кстати, появился у меня кабади новенький. Вот тут. Нет, не появился. Обидно, печально, неприятно. В общем, я просто думаю, он же тут был, по-моему, добавлен. А его почему-то сейчас нет. Ладно, он его переделал. А, вот. Бир, бир, каталог. А, бир. Ладно, все. Короче, я уже запутался сам. Итак, как я и сказал, уберет он Джинджер Брэд Бир с Монда. Сейчас, в данный момент она выпадает, но он ее уберет. Дело в том, что он боится, что будут перезагружены серваки, и люди начнут бегать по этим Монда, и будет вообще краш игры. Ну, то есть, очень будет плохо по игре. И он за это опасается, будет много багов, много вылетов, и он переживает за это. Я так думаю, это нормально, логично. И он вроде куда-то в другое место добавит, кроме, кроме вот мамы. Потому что сейчас только вот доступный способ, это получить вот это вот Джинджер Брэд. Это вот тут вот, пряничного медведя, только вот тут вот. Далее. Давай все-таки разберемся, что, ну что, подытожим. Потому что я боюсь, что завтра будет обновление, и итог я так и не смогу сделать. Итак, давай подытожим, что же все-таки добавили на тест, что будет у нас на бисмосе. Первое. Это добавили елку. Елка с того года, в принципе, все об этом знают. Как елка работает, можешь посмотреть старые ролики, могу сейчас рассказать. Вкратце рассказываю. Берешь у каждого медведя по квесту, он тебе дает квест на орнамент, и орнамент, ну, по выполнению, достаешь этот орнамент, и вешаешь его сюда. Точнее, он автоматически вешается сюда, и тебе постоянный бонус, как, например, вот тут вот. Вот 25 конверсий, 25 пинэпл патч, и 25 конверсий рейд. Прикольно, классно, офигительно. В прошлом году было, правда, орнаментов 12, в этом году вроде как 14 на елке написано. На самом деле, непонятно, сколько и что будет. Вроде у нас так бы нету NPC столько. Непонятно. Ладно, будет интересно, посмотрим, поглазеем, что да как, как чего. Может быть, конечно, какие-нибудь новые NPC появятся. Далее пробежимся теперь по-новому. У каждого медведя теперь вот такие вот штуки новые, дрюки. Реально, я про каждую рассказывал. То есть, вот это у нас конвертирует мед. Вон та дает за еду у нас количество какой-то еды. Точнее, за вилочки. Там дает подарочек. Тут снеговик. И что у нас еще? Там пушка снежная. Все просто офигительно, классно. Это вот навье шикарно. Далее, самое интересное. Это дадут нам вещи для наших пчелок. Тоже классно, офигительно. Всего лишь 12. Можно будет комбинировать. Можно какие-то будет билды составлять. Или что-то такое интересное. То есть, для синих будут определенные вещи. Нужно будет таскать. Для красных определенные. Для белых тоже. Это тоже придется мне помогать вам. Ну и рассказывать как, что, чего, для чего и почему. Я думаю, тут без этого никак не обойтись. Это классная фишка нововведения. Я тоже про нее прям вот конкретно. Прям дотошно. Почти. Да нет, не почти. А по каждому предмету даже рассказал. Что да как, как чего. Я думаю, он их особо не поменяет. Поэтому стоит посмотреть, ознакомиться. Чтобы не быть дурачком. А что мне дали? А это нормально, а это ненормально. И вот этими вопросами дурацкими мне не приставать. Далее. Вот это новая фишка нововведения. Нам добавили, точнее, добавили нам две новых валюты. Это две, два новых предмета. Это джинджер брэд. Это пряничная мишка. И добавили нам снег. И вот за эти как раз два предмета мы сможем покупать вот эти вещи. Ну правда, он еще сказал, что добавит пепел этот. Ну это может быть... Да, нет. Он вроде как добавит. Может быть это во второй части бисмоса. Опять решил бисмос. Кстати, он... Да, это еще скажу. Это еще скажу чуть попозже. Ладно. Вот эти две валюты у нас есть. Вроде бы может быть еще появится третий. Может быть третий сюда добавится. Непонятно. Опять же, это тоже... Это... Я запутался. Неизвестно, ребят. Что да как, как чего. На данном периоде у нас есть две валюты. И за эти две валюты можно купить классные прикольные вещи. То есть мне вот понравилось, например, 25 супер смузи. С удовольствием бы взял. И, например, старт ритку. С удовольствием бы взял. Атомную печеньку я бы взял бы только ради того, чтобы сдонать ее в храм ветра, когда у меня нету яйца. Да, там, например. И то. Хотя, зачем мне с этот... Как вот там? Атомная печенька, если за пять штучек можно голтэк взять. Это вообще хорошо. То есть очень дешево, на самом деле. И даже, кстати, уже супер смузи выглядит переоцененно. Очень дорого выглядит. Проще скрафтить и сделать. Ну, как это выглядит, на самом деле. Вот. По вещам я ничего бы не взял. Пять мэджик бинов. Пять жили бинов. Один раскол би ээджили. Вот это я бы тоже, наверное, взял бы. Вот этот лил бин батл. Прикольно. Прикольный батл. Пять жили бинов. Хорошо. Ну, вот. И как бы валют так не очень много нужно. Найт батл я... Ой. Колокольчик ночной я бы, наверное, не взял. Потому что можно накопиться на Стартритку. Но, скорее всего, Стартритка будет одна, ребят. Поэтому можно не понадеяться, что я вот там сейчас кучу Стартритка наделаю. Нет, ребят. Такого, скорее всего, не будет. Просто нужно будет вот как раз одну потратить. Итак, ладно, на финал. Аннет что сказал? Аннет сказал, что будет у нас наш вот этот вот бисмос разделен на две части. Сначала легкая часть, чтобы он успел подготовиться к более сложной части, более сложным квестам и интересным квестам. И потом будет сложная. Как раз вот вторая часть. Как это, в какой периодичности будет, непонятно. Вроде он сказал, разница будет неделю. Но, вроде бы, тоже тут сказал, что вот на этой неделе обнова. Ну, сто процентов на этой неделе должна быть обнова, потому что у нас, вроде как бы, Рождество. Вот, вот, вот. Вот, ну, вот оно завтра уже, как бы. Ну, вот. Ну, поэтому я уже и паникую то, что я ничего не успеваю. Ну, то есть, не то, что я Аннет там не успеет. Я уже не понимаю, как он там, что там собирается. Когда он там собирается эти обновы выкладывать. Когда он это все собирается тестить. Там же еще обнова выходит. Там же еще куча всяких трошника сначала вылицает. То есть, там нужно, там, у него куча перезапусков. Да, там, это косяк, это косяк. Там неправильно загрузилось. Роблокс неправильно это все воспринял. И там понеслась. Там, блин, вылеты, вылеты. Плоть до обнуления этого. Такого там улья. То есть, обнуления даты. Ну, там вообще жесть, конечно. Может все что угодно быть. Поэтому я переживаю за это, за эти вещи. И, конечно же, ребята, если что, у меня немножко сейчас сместилось время. Потому что я все-таки работаю с утра. Обновление Аннет делает в 5-4 утра. И с утра я не успеваю просто физически записывать ролик. А с вечера записывать на следующий день. Я боюсь, что это будет неактуально. Поэтому мне приходится вот сейчас вот прийти с работы. Резко тебе записать. Ну и, в принципе, все рассказывать. Я думаю, тут все это понятно и естественно. Ладно. С тобой был Клан Тайка. Подписывайся на канал. Ставь лайки. Пиши комментарии. Кстати, да. Ждешь ли ты обнову. Мне кажется, там уже все такие. Просто опять на Аннет. Ты когда что-то вовремя что-нибудь будешь делать. Все, ладно, ребят. Всем пока-пока.